Скажи друзьям, скажи знакомым, для вас открыт наш тёплый дом. Прошу вас к нам, пока все дома, пока все дома мы вас ждём. Доброе утро! В эфире застольный семейно-собирательный программ «Пока все дома», который сегодня в гостях у Владимира Владимировича Киселёва. Панел Владимирович, доброе утро! Доброе! Пожалуйста, перекличку и знакомство. Это, соответственно, Владимир-младший, это Юрий, это Элина, внучка, это, соответственно, мама Юрия и Владимира, моя жена Лена. Очень приятно. Мне дали имя Барсалина, и кулисы стали миром одинокой и потерянной души. Здесь так всё просто, и ответы, и вопросы, только это не спасает от любви. Мне дали имя Барсалина, и кулисы стали миром одинокой и потерянной души. Мне дали имя Барсалина, но кулисы не спасают от любви. Владимир Киселёв – создатель легендарной группы «Земляне», известный промоутер, бизнесмен и продюсер. В 1988 году основатель ансамбля «Владимир Киселёв» распускает коллектив «Земляне» и организовывает в Петербурге продюсерский центр, где работает с молодыми группами, такими как «Санкт-Петербург», «Русские», «Байкоты». Тем не менее, в 2005 году Владимир Киселёв восстанавливает группу при участии нескольких музыкантов из поздних составов. В 2006 году «Земляне» отпраздновали 30-летие существования группы. На юбилейном концерте на одну сцену с легендарными «Ве» вышли известные зарубежные рок-музыканты из «Юрайхит», «Дип Бёрпл», «Назарет», «Блэк Сабб» и другие. Такое количество разных мероприятий, которые были проведены, каждый раз, когда появлялась мысль, что что-то новое сделать, каток на Красной площади или привоз таких имён мировых, мирового размера, это же, в общем-то, такое решение не то, что авантюрное, но весьма полуфантастическое на каком-то этапе. Вызовы. Я когда стал заниматься промоутерством, и не самый большой секрет, что я был первый в стране, то я фактически взорвал ситуацию под названием «Госконцерт». Там, знаете, в определённые годы в Ленинграде умные дяди из большого дома, называемого КГБ на Литейном, очень правильно поняли, что, допустим, такие коллективы, как мы, земляне, машина времени, в воскресенье уже не очень подвластны им, и поэтому для того, чтобы другое поколение приучить и поставить в определённые рамки, был создан рок-клуб, который курировало КГБ. И я, допустим, в этом рок-клубе был исчезтием, воплощением дьявола, потому что я проходил в их самой сдате под формулировкой «Человек, который продал ленинградский рок-н-ролл». А продажа моя, мною, ленинградского рок-н-ролла заключалась в том, что на каком-то этапе, когда я понял, что за нас получают очень серьёзные деньги, я, соответственно, администраторам, которые делали концерты с землянами, сказал, что мне пора ли поделиться, копеечку сбросить. И в этот момент мы стали получать деньги. Соответственно, не самый... Как только рок-клуб сумел получать хоть какие-то деньги, и их миссионерство, конечно, тут же закончилось, и они стали с таким же удовольствием получать за своё искусство деньги. Но факт есть факт. Ведь были времена, когда мы за то, чтобы играть, мы готовы были сами доплачивать за то, чтобы нам дали поиграть. Мы ходили с инструментами по клубам и по ресторанам к друзьям, и у них просились поиграть одну-две песни. И если была возможность поиграть, то какие там барыши, просто поиграть. Потому что не было возможности своё умение кому-то показать. Если бы вы знали, какие нам припоны, там, как я шутил, что я лауреат газеты «Правда», три раза нас «Правда» размазывало. Два, по-моему, филитона «Советская культура» и «Газета известная». Ну, комсомолка я уже даже не говорю. По землянам? Да. А что не нравилось? Всё не нравилось. Своенравный не даёт права. Мы не выступили ни разу за нашу историю. Ни в Кремлёвском дворце, ни на одном съезде комсомолов. Сами не хотели. Ну, я не давал. Мы не выступили, мы не спели ни одной песни тех членов Союза, которых мы не хотели. А поставить стоило. Всё равно пробивались. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Остановить не могли. Знаете почему? Потому что на наши деньги жила вся культура Ленинграда. Почему я взорвал госконцерт? Потому что мы приехали из Дрездена, выиграли Дрезденский фестиваль. Приехали, привезли 30 тысяч марок. А нам говорят, денежки отдайте. Я позвонил Карпову и взглядовцам еще. Позвонил, и ребят с камерами быстро в Шереметьево. Они приехали в Шереметьево. Толя Евгеньевич. Фонд культуры он возглавлял. Всемирный фонд культуры и дружбы. Я говорю, я вот вручаю эти деньги фонду культуры. Почему я должен отдать? Госконцерты, а это приз, мы его выиграли. Это не прописано было в соглашениях с госконцертом. По ступеням вверх, по ступеням вниз, за тобою только ты оглянись. По ступеням вниз, по ступеням вверх, позови меня, и я забуду всех. Вы же все-таки, наверное, помните, что такое называлось Советским Союзом и той системой. Я иногда сам смотрю свой паспорт, потому что я не могу никак совместить по годам. В Советском Союзе, в городе Ленинграде, который один из самых косных и один из самых консервативных городов страны, я создал в 26 лет группу землян. Как вот я мог это сделать? У меня не было ни папы, ни мамы, ни Блата. Нельзя никогда говорить, оценивать уход родителей со словосочетанием «спасибо», но при этом я благодарил судьбе за то, что я с 9 лет стал в жизни один. А что случилось? Почему вы остались один? Это старая история. Нет, так получилось. Совсем один? Да, вообще не было родственников. Достаточно беспроблемная семья была. А в 6 лет отец ушел, в 9 – мать. Максимум, что я могу сказать, что у меня были очень красивые родители. И некоторые люди, которые знали их и потом узнали меня, единственное, что мне остается, глядя на себя в зеркало, как бы давать оценку и моим родителям, что я безумно похож на отца, а многими качествами характера на мать. Поэтому, если все, что у меня есть хорошее, я всегда говорю, что это память о родителе. Мама, этот взгляд в окне Снова снится мне И я остался один Мама, эту боль в глазах Я вижу в зеркалах И прошу, не уходи Но ты далеко И образ твой Не достать рукой Слез из глаз Снова и снова Имя мамы Моё имя Зоя Она медик Она была директором военно-медицинского музея в Ленинграде на Васильевском Она была в парадиктуре института Герцена медицинского Практикант И, к великому сожалению, ушла из жизни тоже из-за медицины В те годы они на себе многие препараты новые проверяли Ну и можно я чуть-чуть про папу все-таки твое Потому что все музыкальные, как вот я, да, то, что я знаю Все-таки то, что связано с музыкой Несмотря на то, что он был военный человек, правильно я говорю? У нас мемуарная программа Нет, 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 но то, что нет Опять же, откуда берется вот эта, да, любовь к музыке Папа был очень больших талантов Насколько опять-таки из старших моих друзей, которые знали его Которые всегда обязательно во мне, находя любые достоинства Тут же отбирали их от меня и говорили Ну это от папы Я рисовал, потому что папа твой рисовал Я вшел в музыку Тем более с музыкой у меня на самом деле интересно Я до 11-12 лет занимался на фортепиано Потом, как всякие мальчики, я это дело прекратил одним волевым решением А в 14 лет, опять-таки, вот ни с того ни с сего В 14 лет я сам бросил спорт, которым весьма успешно занимал Который опять-таки был абсолютно полярным Потому что занимался лёгкой атлетикой и шахматами, что было вообще И занялся музыкой, что опять-таки было доказано Это всё в детском доме было? И в детском доме, и после детского дома, уже когда музыка Это даже такое понятие, как ПТУ я успел застать Потому что в самодеятельности какого-то завода был оркестр И я уже туда попал А вас не пытались усыновить в детском доме, когда вы были? Ну, вы знаете, в те годы, по-моему, это не особенно было Особенно было не принято, да и хулиганистый был Какие у вас были шансы, куда пойти дальше? На что вы надеялись? На что вы могли рассчитывать? Будучи в детском доме? Ну, вот опять-таки повторяю, опять-таки повторяю Вот как можно оценить? Учился музыке, бросил в 14 лет Учился хорошо бросил или плохо учился бросил? Ну, просто всё было по музыке, всё было очень трафаретно А преуспевал как раз совершенно в другом Я был звездой околошкольной, около Ленинградской В литературных олимпиадах и в КВН Это вот был мой конёк, который спас меня от школы Моя задача была стоять Выигрывать олимпиады? Стоять олимпиады и во дворце пионеров Жданова Шахматы и КВН Поэтому ни химия, ни тяжёлая математика, называемая физика И не точные науки меня обошли стороной Профессионально-техническое училище, как называлось, в котором вы учились? Жилищно-коммунальное хозяйство? Да, да, Сантехс это такой вот с этим Нужная профессия А опять-таки очень здорово помогла, когда я попал в армию Посмотрите, вы сумели те обстоятельства жизненные, которые жизнь вам подбрасывала Выстраивать фундамент, ступеньки, по которым подниматься и идти дальше То есть было ПТУ, профессии ЖКХшные Как они пригодились в армии? Для чего пригодились? Чтобы после учебки дальше куда вы направились? Уже всё, уже с музыкой всё было Уже с музыкой? Мы с водой, мы с водой Уже мы с водой и уже в армии То есть сантехнические инструменты были отложены? Они были... А вы нет, возьмите бубен Притом, что он никогда в жизни руками ничего дома не делает и не делал Устал уже тогда Это вообще не моё И для этого есть определённые люди, которые вот, ну, я творю, и он творит на самом деле Поэтому, как бы, я думаю, что это изначально было Ну, это тоже очень занятный момент Дома не было очень долго, поэтому и не было Как вы думаете, вот если бы лет на 20 позже вам родиться, это лучше? Нет Ну что, купить джинсы в подворотне В гостиницу «Жемчужина» в Сочи въехать без очереди Ну, как? Такие эмоции разве можно закрыть? Потому что такую жизнеутверждаемость и такую верткость, изворотливость, которую воспитала нас советская власть Как вы своих ребят воспитываете? Чему учите? Чему вы их можете научить? Ничему, смотрю, чтобы глупости не делали Потому что считаю, что как только буду учить, ещё один будет клон меня Что это даст? В музыке, да, в искусстве стараюсь просто, чтобы стыдно мне не было за них Это даже не знаю, это я их учу или я себя сохраняю Юр, по старшинству скажи, пожалуйста Сколько тебе лет? 16 К 16 годам ты уже кого из себя представляешь? Хотя бы начальную стадию кого из себя представляешь? Я, конечно, ещё в жизни огромных, конечно, не достиг вершин Я учусь в школе, хожу на подготовительные курсы в МГИМО Ну, учусь я четвёрке-пятёрке То есть это, если считать каким-то уже достижением Выступаю на сцене, то есть пытаюсь в какой-то степени по спам отца пойти Тем более, что знаю, что в этой области он мне всегда поможет Стараюсь работать, то есть папа радовать тоже опять же в этом Теперь у младшего спросим, Володь, как ты свои силы планируешь распределить дальше? Ну, сейчас я тоже выступаю, так же, как брат Как раз недавно, неделю назад я выступал на концерте на Красной площади Посвящённой ко Дню России То есть, ну, учусь в школе тоже, в принципе, хорошо То есть на пятёрке в основном, больше пятёрок, да Жизнь как кино, вот что манит А наяву будильник свинит Мама кричит, бабуля орёт Вот как кино, пора на зачёт И города, да И далёкие планеты Спасу я всегда, да Этим знаменит Владимир, ты звезда, да, да, да Спасибо, люди, теперь Мой лучший друг, Брэй, ты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лен, а ваши корни? Вы-то знаете свои корни? Я, конечно, знаю Они уцелели? Они уцелели, да, слава Богу Ну, вот так я далеко не буду заходить Тогда хотя бы половину корневой системы семьи расскажите Ну, то, что связано с моими родителями, конечно, это больше не творческая семья как раз, а наоборот техническая То, что у меня папа и мама, они познакомились с политехническим институтом в Ленинграде И, в общем-то, оба работали в научно-исследовательском институте И, ну, практически всю свою жизнь Папа возглавлял научный центр, мама была экономистом во время перестройки В общем, она еще курсы закончила бухгалтера и совмещала экономистом и главным бухгалтером Вот, так что у меня вариантов, куда поступить, особо не было, да То есть, несмотря на то, что мне нравилось там и петь, и танцевать Все это было в моем детстве Но все равно как-то вот я знала, что финансово-экономический институт – это мое направление Ну, видимо, потому что было связано, да, с родителями Поэтому, в общем, я туда успешно поступила и закончила Тогда было распределение или уже нет? Нет, уже, да И куда же вы сам распределились? А я на втором курсе познакомилась вот с своим будущим супругом Поэтому, в общем... А где, интересно, тропы второкурсницы и уже такого опытного деятеля шоу-бизнеса пересеклись? Как раз в октябрьском зале, да, в Санкт-Петербурге уже Как раз был второй год... Фестиваль «Белая ночь» Да, международный фестиваль Первый, извини, да Да, фестиваль «Белая ночь» Судьбоносную сыграл? Да, да, да Фестиваль-то Конечно, это, ну, как судьбоносная встреча Потому что я там не должна была быть Я туда не хотела идти Меня уговорили подруги Говорю, как бывает Вот И все шло к тому, чтобы там, начиная там, что сломалась машина, еще что-то, еще что-то Я не должна была туда доехать Но я туда доехала Я там как раз планировала выступать на сцене с танцами, но получилось так, что дарила цветы на сцене Вот, в общем, там мы и познакомились И сейчас я это дело, да, продолжаю Из-за пулисов разглядел? Да, да, да Так и получилось И вот, то есть мы все это проносим, да, через всю нашу жизнь Нет, ну, естественно, да, 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 конечно Мы все вместе Если о Леле говорить, и ее тоже отчасти притягивать Потому что самое удивительное, она у землян в одном из клипов снималась в клипе Поэтому ответ В каком? Раунд-а-клок Свеча Оплывет свеча И угаснет вечер Тихо упадет звезда И где-то догорит Нежно, как всегда Обнимутся плечи Жаркий поцелуй остынет Сердце отболит Ну, вспомните, пожалуйста, тот момент все-таки Когда вы дарили цветы, кому дарили? Как дальше события развивались? Это же все очень важно Потому что все это на тот момент, может быть, пустяковыми шагами было А куда привело? Дарила, я помню, что были тогда Бонни и Эм Я тогда как раз, мы все там зажигались с девчонками за сценой И наблюдать было очень интересно за ними Очень много было Да, очень много было известных таких, конечно, популярных личностей Я не подошел и сказал Сейчас дядя, которому ты будешь дарить цветы Пройдет какой-то период времени Ты поймешь, с кем ты стояла рядом Это был Ян Андершин, Рюжет Ротал Ну, я тогда как раз его не знала, скажем, да А как фамилия Кселев звучала в кругах? Ну, так, если по-честному, то я единственная Это мягко сказать Я единственная, которая не знала, кто ко мне подошел Потом, когда мне стали все рассказывать, я так была удивлена То есть, вот подошел мужчина Так, необыкновенными глазами С лучезарной улыбкой Да, вот Поэтому я, конечно, как всегда это бывает Да, самая последняя узнала, кто это И какое отношение на митке к фестивалю Но ведь он же одним подходом-то не ограничился Владимир Владимирович, какие были следующие шаги к штурму-то? Нужно же как-то было приступать Я был в том возрасте, когда уже понимаешь, к тебе испытывают интерес или нет Поэтому особенно штурму уже не нужно было Ну, нужно же создать какие-то тестовые условия, чтобы понять, испытывают или все-таки нет Нет, больше всего понравилось то, что на самом деле она была одна из немногих в этом зале Кто не знал, а кто я Это на определенном этапе, я думаю, вы это знаете сами На определенном этапе это была проблема в общении с окружающим миром Когда тебя воспринимали через твою фотографию Поэтому когда было Потому что не всегда была возможность понять отношение людей, любых полов к тебе И когда ты получаешь возможность видеть отношение человека Даже какой-то непродолжительный период времени Но искренне вот к тебе в данности, к твоей персоне А не к твоей фотографии Как тетушка Чарли говорила, они любят не меня, а мои миллионы Ну, во всяком случае, тогда мы были все достаточно равны Но, тем не менее, это... Простите, но сама того не желаю Я услышала вашу беседу Графиня, давно вы нас не радовали своим присутствием Я была в своем сибирском имении Вы же знаете, как бывает Если не следить за всем самой То крестьяне могут поддаться лене Да, вы знаете, что мне рассказывали мои крестьяне Так вот, тот, кому вы отнюдь не благоволите Вызывает у них безграничный восторг Лен, вы сейчас у дел и занимаетесь активно Какой-то деятельностью Что это за деятельность? Я являюсь руководителем, патронессой, благотворительным фондом федерации Нам, твой сказал, четыре, нет, три года нам Четвертый Четвертый Ну, много уже, что нам удалось сделать Помогаем в основном детским медицинским учреждениям Вот, ну, также, естественно, посещаем Сейчас у нас новая программа «Поверь мечту» Посещаем с артистами нашими То есть привозим детей из детских домов Так называемые закулисти То есть за кулисы театра показываем Как вот все это происходит, да Потому что, в принципе, у них, наверное Ну, не так много возможностей все это увидеть самим Вот ввозили там, показывали в питомник хаском Ну, то есть вот такие интересные какие-то вещи Чтобы то, что действительно Потому что многие дети говорят, что это самое яркое впечатление у них в жизни Конечно, это мне приносит огромное удовольствие этим заниматься Лена, как вы видите грань между тем, что порадовать и не дразнить при этом? Ну, я думаю, что, в принципе, она, конечно, очевидна Потому что, ну, детей же невозможно обмануть Они же чувствуют отношение к ним Говариваем с преподавателями, что для них интереснее, что лучше То есть там проходит определенная работа Даже мало того, что дети, да, ощущали вот эту атмосферу, что происходит Потому что, конечно, артиста, ну, звезда, да, не просто, конечно, звезда Она все-таки вот какую-то энергетику Просто Сигаун, когда ездили в больницу, он взял маленькую девочку на руки Она потом не хотела уходить к маме на руки То есть, да, кажется, огромное такое, здоровое, да, вот все-таки впечатление А когда он помог, там была ситуация с осетинским мальчиком Он защитил подростка, накрыл его с собой, когда был взрыв, потерял зрение И когда он попал в больницу, конечно, у него была, ну, сильнейшая депрессия То есть он там месяц лежал, зрение не возвращалось Он просто не улыбался, он просто был, конечно, в глубокой депрессии И мама, когда увидела афишу, что приезжает Сигала, она нам позвонила, он сказал, что, ну, если вдруг там есть какая-то вот, ну, возможность Просто, чтобы он просто подъехал, с ним просто поговорил И у нас удалось вот осуществить, привезти Сигала в больницу И когда они поговорили, Сигал сказал, что, ты знаешь, я не знаю, смог бы я такой поступок совершить Назвал его героем, ну, то есть вот поговорил с ним И мама просто вот заплакала, она говорит, он первый раз улыбнулся И там действительно, там были еще события У них проблема житейская еще была И Стивен купил им квартиру Я к чему это сказал, что настолько, насколько врачи и дети действуют на всех этих великих звезд Настолько ровно и наоборот для этих людей Потому что Стивен никогда не был в такого рода учреждения Там пример, допустим, Депардье того же, Жерар Два или три раза с Леном ездил Теперь все время приезжает в Россию, привозит в эти больницы медикаменты Потому что я ему даю списки, кому из этих больниц что нужно И он покупает не только медикаменты, а и оборудование Ну мы лифт привозили в центр лечебной педагогики И опять же, да, даже вот то, что общение, то, что он приехал Володь, при том, что в детстве не было семьи Потребность семьи была? Да, конечно А какой семья представлялась? Ведь примера не было перед глазами Ну у меня в очень раннем возрасте была такая присказка, что я с женщин за чай и трамвай денег не беру Поэтому самое главное для меня было понимание того, что я расшибусь Но сделаю так, что моя избранница не будет нуждаться И не при детях будет сказано Они это качество, конечно, или не учли, или не скажут Но знаю со стороны, что вот этим качеством и один, и второй очень меня повторяют То есть если он понимает, что он должен обеспечить своей избраннице даже на том уровне, который сегодня у них происходит Возможность пойти в кино и поесть в кафе, то он это должен сделать Поэтому, что самое важное для меня было всегда, это то, что не быть, а не казаться Уходит от вопроса, я могу рассказать Потому что вопрос был как раз о том, какая семья Вот мы сейчас не в полном составе, к сожалению Не смогли родители приехать из Санкт-Петербурга мои Не смогли приехать младшая дочка Владимира Светлана Со своими многочисленными четверо детишек у нее И Володя, конечно, очень любит, когда мы все вместе Стремиться к этому И вот обязательно август это тот месяц, когда мы все вместе И, конечно, сразу видно, что вот ему это доставляет огромное удовольствие И это именно, вот я думаю, то, что он и хотел И к чему он стремился, чтобы все дружили, чтобы были все вместе Чтобы все были рядом, чтобы он мог обо всех позаботиться На самом деле... Сейчас у меня нимб будет Да, на самом деле Нет, ну, отпечаток там, где дома, он, конечно, откладывает И свой след оставляет И то, что вот он все равно, Владимир, у нас такой довольно-таки закрытый человек И только близкий знает, насколько он добр, насколько он чувствителен Ну, могу много-много-много чего хорошего говорить Но я это просто почувствовала сразу Это, конечно, не было сразу видно, но я это знала Это просто интернета не было, поэтому ты не могла прочитать все Нет, вот чтобы не говорили, чтобы я потом не узнавала Это, может быть, не очень хорошего Вот я сама для себя знала, что я знаю, какой человек внутри Даже нет разделения, кто это Это сын, дочка, внучка, внук Там, когда про внучки, вот это еще не скоро Ты обещаешь Нет, просто не скоро, да? Нет разделения О каждом одинаковая забота Что съел, о чем подумал Какие планы на будущее Что хочешь Как видишь свою жизнь Обо всем абсолютно Забота И вот это даже не для меня, например, это как папа То есть Даже вот образ такой идеального мужчины Ну, как моя мама говорит Да, все правильно Такое есть Володь, на каждом этапе У человека стимулом жизни разное является Стимулом у кого-то когда-то просто выжить Дальше научиться или кем-то стать На теперешнем этапе Что стимулирует в жизни вас? Ну, успеть трафаретно Но успеть как можно больше с ними побыть И оградить их от бед Только это Добиваться-то особенно Нечего уже Не буду я себя скромницу делать Я думаю, что Я в своей жизни добился того Что как минимум можно уже приостановиться Поэтому сейчас просто держать планку И не допустить провала Самые главные слова В жизни человечества По традиции всех пока все дома Говорит главный из присутствующих За столом мам Лен, это вы Пожалуйста Большим удовольствием Познесите их У вас будет ребенок Здравствуйте Сегодня нас снова встречает Астраханская область И в один из детских домов По нашей доброй Пока все домашние традиции Мы приехали с подарком От всех, кто любит детей Наш спонсор Производитель керамической плитки И керамического гранита Керама Марацци Дарит 100 тысяч рублей На пользу детям Керама Марацци С любовью и пониманием Знакомьтесь все Пока все дома Это две сестрички Зарина Здрасте И Гульнара Здрасте Так, Зарин, сколько тебе лет? Двенадцать А Гулечки? Десять Попробуйте сейчас Друг от дружки рассказать Зарин, какая у тебя Гульнара? Она очень добрая Хорошая Ласковая Всегда, когда что-нибудь просишь Она всегда К трудной ситуации Придешь, она всегда поможет Или когда плачешь Она всегда Зарин, не плачь Всегда так Она очень добрая Понятно Почему ты плачешь? Нет Бывает там, когда Когда ударюсь и плачу Она говорит Не плачь, Зарина Помогает? Да Так Гуленька, Зарина какая у тебя? Хорошая, добрая Когда я что-то покупаю Она делится Сдыхает Моя Зариночка Девчонка хозяйственная Убирается И всегда поможет И всегда ответит И сама даже сделает Без просьбы Воспитателя Вот она вот такая Аккуратненькая Все у нее прибрано И в тумбочке аккуратно И в шкафчике аккуратно И сама всегда в школу Пойдет причесанная Никогда грязную одежду не оденет Всегда наглаженная Всегда чистенькая Уроки делает самостоятельно Ну без вот лишних упреков Там вот садись И учи И занимайся Самостоятельная Вот таких бы побольше И в семью желательно Очень любит свою маленькую сестричку Не забывает про нее По крайней мере точно И Зоречка С ней к ней бегает постоянно Зоренька моя И все Зоренька, Зоренька Зорина Вот Они общительные очень Очень теплые у них отношения Тесные Зорина за них ходит Смотрит, ухаживает Чтобы та тоже была И одета красиво И аккуратно И постоянно что-то ей Вот как бы вот Внушает Такие дети, как Гульнара Это такая редкость Именно вот В таких наших учреждениях Потому что Дети Сталкиваясь друг с другом Сразу видно Они Здесь можно увидеть Человека В столкновении друг с другом Они проявляют себя Сразу их характер виден А вот Гуля Она как бы Старается наоборот Всех смирить Друг с другом Чтобы не было вот ссор Для нее вот ссоры Она сразу меняется в лице Вот когда видит Какие-то вот Конфликтные ситуации Она Прямо сразу меняется в лице И старается Как бы вот это Разрешить эту проблему Вот такой человек Она Прелестный человек А вы В детском доме В одной группе живете? Нет Я в десятой Она шестнадцатой Но я к ней прихожу Там Этот Навещаю Сиделимся Когда она покупает что-то Гульника Ты к Зарине приходишь В гости? Интереснее У кого в группе быть? Ну я к ней Хожу Потому что У меня девочки Они не нравятся Когда приходят В группу И начинают играть Я прихожу к ней И мы там с ней играемся Чаще к малышам, да? Да Так, во что любит Очень играть Гуленька? Гульнара Ну она Любит Болтать больше всего Разговаривать И еще Этот Ну плести Там из бисер О чем она любит Поговорить? Ну она любит Поговорить О еде Часим дают Там наполнить На это Ну когда вот она В Анапу уезжала Я у нее спрашиваю Гульнар Как там? Чего? Никто не обижал Там Хорошо ли отдохнул Она там подарки Привезла Из Анапа Какие подарки Зариночке привезла? Цепочка Там Сердечко И Это Для сережки И колечко Уважительно относятся Не только К воспитателям И учителям Никогда не слышала Грубости Никогда ни с кем Конфликтов не было Учителя не жалуются Во время переменных Она найдет Чем себя занят Она не будет бегать По коридорам С криками Кия Она очень умная девочка Взрослая Потому что Уже как бы характер Сформирован В положительную сторону И она всегда найдет Чем себя занят Нет У нас Никогда не было Такого вопроса Мам Мне скучно Мам Прошу прощения Мама Это нас так дети Все называют Конечно Татьяна Анатольевна Мне скучно Мне нечего делать Зарина всегда найдет Чем заняться И в школе И в группе И во время перемен Гульнара Очень отзывчивый человек Вы знаете Такой она человек Очень добрый Не помнящий зла Совершенного Вот в группе У них было занятие Занятие о доброте И видимо Это занятие Так произвело На нее огромное впечатление Что она первая Вела в обиход Как бы Понятие добрый человек И вот куда бы она ни пошла В столовую В школу Или вообще Вот с просьбой К детям Подходит И всегда говорит Обращается к детям Добрый человек И вообще к людям Добрый человек Пусть мама услышит Пусть мама придет Пусть мама меня Непременно найдет Ведь так не должно быть На свете Чтоб были потеряны дети Ведь так не должно быть На свете Чтоб были потеряны дети От нашей семьи Мы хотим подарить Вот эту чашку И статуэтки Связанные с Олимпиадой Здесь изображены Кот, Мишка Хочется, чтобы эти вещи Принесли Счастье В семью Передавайте все это мне Так Это семейная чаша Которая желаем Чтобы была полной чашей Так Это спортивные Мама и папа Правильно? Да, правильно А это Целый вагон детей Да Правильно? Бобслисты Да Тоже спортивного вида Все едут К семейному счастью Мы вам желаем Самого главного Что может пожелать Программа с таким названием Чтобы всех ваших Пока все дома Только прибавлялось Чтобы ваш стол Удлинялся Расширялся И прогибался От тяжести угощений Спасибо Спасибо До свидания Продолжение следует...